Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале психфарм.тв, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашему девизу, ну и девизу нашей эмблеме, конечно же, зову живых, оплакиваю мертвых, разбиваю молнии, это наш девиз. Часто спрашивают, что такое молнии, погуглите, пожалуйста. Ну и благодаря нашему гуру, учителю психфармачу, сегодня мы будем рассматривать очень и очень простой, но в то же время очень практичный вопрос. Если у человека лишний вес, или он, например, страдает ожирением, к кому он должен идти? К эндокринологу, психиатру или наркологу? Это очень-очень важный вопрос, который на самом деле интересует всех пациентов. К кому идти? Вы знаете, что у нас с вами, к сожалению, система сейчас медицинская такая, что вы сначала должны прийти к терапевту, терапевт вас должен кому-то там направить, но иногда хочется миновать всю эту тяжелую тягомотину и прямо попасть, ну скажем, к тому специалисту, который вам нужен. Поэтому все этим интересуются. Итак, мы сегодня будем разговаривать о людях, у которых есть лишний вес. Ну а, собственно говоря, как определить лишний вес? Ну это очень-очень просто. Мы, конечно же, скажем, ну чуть позже. С чего надо начать, собственно говоря, самодиагностику? Она необходима, конечно, это с определенного самонаблюдения для того, чтобы понять, куда идти. Итак, прежде всего давайте обратимся к самому себе и спросим себя. Очень важны некие клинические признаки. Один из этих клинических признаков – это сильное желание поесть и чувство труднопреодолимой тяги к еде. Ну понятно, что имеется в виду, во всяком случае, тем людям, которые страдают ожирением. Сильное желание поесть, ну и хочется все время есть. При этом бывает и такая ситуация, когда у человека падает контроль. Контроль слетает за количеством принятия пищи. То есть он садится покушать, ну и он выделяет себе определенную порцию, небольшую эту порцию, но остановиться он уже не может. То есть он потом докладывает себе добавку, он потом еще что-нибудь кушает. И, собственно говоря, вот это вот переедание очень и очень трудно остановить. То есть он ест на протяжении большего периода, в больших объемах, чем он, предположим, планирует. При этом он предпринимает попытки сократить количество пищи, контролировать употребление пищи. Но ничего, ничего не получается. А почему ничего не получается? Как только он, например, садится на какую-нибудь диету, как только он себя начинает ограничивать, как только он ограничил себя в каких-то определенных продуктах, то у него сразу же ухудшается самочувствие. Вот человек реально, вот мы здесь различные выдержки из интернета, люди, которые садятся на диету, как они начинают чувствовать себя тут же плохо. И желание вернуться к тем продуктам, которыми они, собственно говоря, и питались. Следующий очень и очень важный признак – это постепенное повышение количества пищи. Вам это может быть незаметно, но это может быть заметно вашим родственникам. Вот если вы, например, с ними поговорите, и вы можете установить, что поначалу вам хватало, ну вот скажем, такого количества пищи, а потом вам нужно было есть уже больше и больше и больше. Поговорите с вашими родственниками, я думаю, что они с вами поделятся своими наблюдениями. Очень и очень важный признак, на который надо обязательно обращать внимание, прежде чем вы будете выбирать, к какому доктору пойти, это поглощенность едой. То есть вот очень часто бывают такие люди, которые поглощены приемом пищи. Вот они не любят, чтобы их во время приема пищи беспокоили. Они предпочитают принимать пищу, нежели чем, скажем, идти в какой-нибудь спортзал или заниматься какими-либо физическими нагрузками, потому что прием пищи им приятен, а, скажем, передание им приятно, а, скажем, какая-нибудь физическая нагрузка им не очень приятно. Или, например, вот я знаю многих людей, которые, ну скажем, идут в какое-нибудь мероприятие культурное, и там обязательно посещают буфет. Вот обратите, пожалуйста, внимание, и пытаются в буфете, как говорят, догнаться. Да, посмотрите, пожалуйста, на таких людей, они есть. Вот это все, что связано с так называемой поглощенностью едой. Есть еще очень и очень важный признак, который вы тоже можете у себя обнаружить. Это продолжающееся переедание, несмотря на явные вредные последствия. Что такое вредные последствия? Ну, посмотрит человек, который страдает ожирением, на себя в зеркало. Что же он там увидит? Он там увидит, что у него ожирение. Но, тем не менее, он будет есть, продолжать. Более того, ведь сейчас нет никаких ограничений к информации. Все знают, что если ты страдаешь ожирением, то у тебя снижается продолжительность жизни, то у тебя риск возникновения инфаркта, у тебя риск возникновения инсульта выжжет, то есть все плохо, но ты есть, продолжаешь, несмотря на то, что, казалось бы, ты давно-то есть, собственно говоря, и должен был закончить. Итак, что, собственно говоря, я здесь вам какие признаки продемонстрировал? Я просто взял, вот есть такой синдром зависимости, чтобы это было понятно, бывает химическая зависимость, да, скажем, быть нехимические зависимости. Вот есть зависимость там от водки, есть зависимость от наркотиков, это так называемый синдром зависимости. Чтобы диагностировать этот синдром зависимости, для этого нужно, на самом деле, всего три из перечисленных шести критериев. Теперь давайте посмотрим на человека, который страдает ожирением. О, чудо, мы многие из этих, если не все, признаки увидим. Значит, делаем вывод, человек страдает синдромом зависимости. В России синдром зависимости должны лечить наркологи, в других странах лечат обычные психиатры. Вот получается, что если человек страдает ожирением, и у него есть вот эти признаки, то надо идти к психиатру или к наркологу. Ну, давайте мы рассмотрим эту ситуацию более внимательно, чтобы вы не сделали преждевременного вывода. Почему и как рождается вот эта пищевая зависимость? А такой синдром на самом деле есть. Другое дело, что этот синдром все время находится под вопросом, чуть позже я скажу. Но вот эта пищевая зависимость, она возникает у современного человека очень-очень легко. Что способствует возникновению физической зависимости? Вот эти вот, так называемые, социальные условия растут, и биологические тоже. Вот как работает система подкрепления у обычного нормального человека. Известие. Такое-либо известие о том, что будет премия, вкусная еда, секс, еще какой-нибудь ништяк. И в этот момент дофаминовые нейроны повышают свою активность. Ну, казалось бы, все очень-очень хорошо, но дальше включаются тормозящие гаммкаргические нейроны, и давят активность дофамином. Зачем это делается? Представьте себе, если бы у нас не было тормозящей гаммкаргической системы. Тогда бы мы только и бегали в поисках каких-либо хороших известий. Мы бы ничего не делали, ничего бы не работали. Мы бы превратились в сущих наркоманов, которые зависят от новостей. Поэтому включается тормозящая система, давит активность дофаминовых нейронов. И когда, наконец, уже происходит это приятное событие, к сожалению, радость уже не та. Потому что это все происходит на фоне действия гаммкаргической системы, и дофаминовая активность не столь высока. Все это сформировалось очень и очень давно, когда мы были первобытными людьми. И тогда это, в общем-то, очень способствовало развитию человечества. Ну, по большей части люди голодали. Ну, а когда человек голодный, то, понятно, у него дофаминовая активность низкая в центрах подкрепления. Потому что ему есть хочется, и, соответственно, он чувствует себя плохо. И вдруг на горизонте появляются мамонты. Радость. Подобается дофаминовая активность. Все хорошо. Но что делать дальше? Дальше надо за этим мамонтом идти, и его выслеживать, и охотиться. А это очень и очень сложно. И вот тут включалась гаммкаргическая система. Она давила эту самую радость. У человека появлялась возможность преследовать мамонта. Прошу прощения. И когда, наконец, мамонта убивали, все садились за трапезу, уже, конечно, вот этого кайфа, когда видишь этого мамонта на горизонте, не было. Но все было нормально. Потому что, поев мамонта, люди опять попадали в голод. И все, циклы повторялись. Теперь, что у нас происходит? Вот идет человек по улице, который, например, хочет поесть. Он видит какую-нибудь шаурмячную. Он легко может в эту самую шаурмячную войти. Сразу ему не надо за шаурмячной охотиться. Он сразу может зайти и сразу может поесть. Таким образом, он работает с этой шаурмячной еще до того, как у него включилась гаммкаргетическая система. Она еще не включилась, она еще не работает. Сплеск дофаминовой активности очень хороший. Он это зафиксировал, что у него хороший сплеск дофаминовой активности. И дальше пошел по улице. Но и дальше по улице тоже есть много пунктов общественного питания. Есть у нас различные магазины, где продаются различные продукты. Не обязательно ходить по кафе. Но можно готовить себе и дома. Причем можно себе готовить очень и очень жирную пищу. Причем можно этой пищи готовить достаточно много. Еда, она, в общем-то, доступна. Ну и, соответственно, вот это взлом этой самой системы подкрепления, он очень и очень простой. Можно есть когда хочу, где хочу, сколько хочу, с кем хочу, зачем хочу. То есть, можно на самом деле все. Поэтому вот эта гаммкаргетическая система тормозящая не срабатывает. Дофаминовая активность высокая. Человеку это нравится. И начинается вот то, что я говорил, пищевая зависимость. То есть, когда человеку хочется постоянно есть, когда человек думает исключительно о еде, или по большей части о еде, когда порции у человека увеличиваются, когда он не может остановиться, когда он не может остановиться даже несмотря на вредные последствия. Вроде бы, казалось бы, ну, зависимость, да, должны помогать наркологами. Нет, говорят наркологи и психиатры. Они говорят, это не наше расстройство. Почему они говорят, что это не наше расстройство? Это очень и очень просто. Они выдвинули три таких критерия, которые психиатрам и наркологам кажутся убийственными. Без наркотиков обойтись можно, а без пищи нельзя, необходимо для выживания. Давайте мы с этими критериями последовательно разберемся. Итак, вот без наркотиков обойтись можно, а без пищи нельзя. Этот критерий на самом деле легко очень и очень бьется вот следующим фактом. Ну, известные рекомендации по диете у лиц, которые страдают ожирением. Вот им не рекомендуют есть вот такие продукты с высокой калорийностью. Масло любое, сало, сметана, майонез, сливки, жирное мясо, копчености, колбаса, жирная рыба, кожа птицы, консервовое масло. Пожалуйста, прочитайте это всё внимательно. Вот это всё не рекомендуется. Можно без этого прожить? Кто-то скажет, нет, можно без этого прожить, поверьте мне. Есть опыт. То есть, на самом деле, человек, конечно, не может прожить без пищи вообще, но без многих продуктов он прожить может. Так что вот этот вот критерий о том, что нельзя прожить без наркотиков, вообще нельзя прожить без еды, бьется. Можно прожить и без некоторых продуктов, так же, как можно прожить без наркотиков, так же, как можно прожить и без алкоголя. На самом деле, прожить можно. Тогда, если прожить можно, почему же тогда психиатры-наркологи говорят, это не наше? Говорят, это полиэтилогичное заболевание. То есть, много причин. Действительно, много причин у ожирения. Вот мы с вами рассказывали, как работает система подкрепления, но в то же время мы говорили о социальных моментах. Вот человек идёт по улице. Прекрасно. И он видит какую-нибудь там забегаловку, он зайдёт, купит какие-нибудь продукты в магазине, он придёт домой, он может себе там быстро что-нибудь приготовить, слава богу, вообще-то даже разогреть сейчас микроволновки. На самом деле, это социальные причины. Он может даже заказать себе готовую еду. В общем, всё для него. И тогда, конечно, это всё облегчается в плане развития вот этой пищевой зависимости. Так что, на самом деле, причин-то, конечно, много. Но надо вам сказать, что действительно причин и у психических расстройств других много. Вот мы вам рассказывали про шизофрении. Говорили в основном о дофаминовой гипотезе, гиподофаминовой симптомы, гипердофаминовой симптомы. Но мы об этом рассказываем только потому, что мы это больше знаем. Но ведь шизофрения, она имеет генетические причины. Да, у нас на канале пока нет генетиков. Мы несколько роликов сделали про генетику шизофрении. Они есть, вы можете посмотреть. Но я ещё раз говорю, это не наш конёк. Но это не значит, что генетики шизофрении нет вообще. Есть, интенсивно изучается влияние среды неблагоприятное. Очень часто бывает, что обострение шизофрении возникает у человека под влиянием каких-либо тяжёлых стрессовых ситуаций. Или под влиянием какого-либо заболевания. То есть, на самом деле, соматического. То есть, на самом деле, у шизофрении есть, на самом деле, та же самая полиэтиологичный характер. То есть, много причин, которые могут приводить к развитию шизофрении. Так что, на самом деле, вот это тоже термин. Он, конечно же, тезис о том, что многоэтиологии, поэтому это не наше, он не работает. Ещё очень и очень важные возражения, которые говорят наркологи и психиатры. Они говорят, это не наше, потому что у нас нет критериев. Как нет критериев? Есть критерии. Вы просто переработаете критерии зависимости на пищу, как это сделал я, у вас будут критерии. Более того, есть очень и очень важные критерии. Это индекс массы тела. 100% критерий. Вы делите килограмм массы своего тела на рост, выраженный в метрах квадратных. То есть, очень и очень простые подсчёты. И дальше вы получаете индекс массы тела. Есть градации, когда начинается ожирение, когда норма, когда избыточная масса тела. Посмотрите, у нас на этот счёт есть ролики. Так что, на самом деле, все эти критерии есть, они работают. Почему же тогда, если у вас ожирение, вам всё равно нельзя идти к наркологам и психиатрам? Ну, потому что есть понятие, скажем, страховой медицины. Есть понятие расходов, которые несёт государство на здравоохранение. Есть медицинское страхование, оно есть везде. Есть страховые компании частные, есть государственная система, разные системы. Так вот, представьте себе, что ожирение будет признано психическим расстройством. То есть, в зависимости пищевой аддикции. А по большей части люди, страдающие ожирением, страдают пищевой аддикцией. Что в этой ситуации будет? Тогда они должны лечиться по ОМС. Государство должно оплачивать их лечение. Как у нас государство оплачивает лечение больных с психическими расстройствами. А ведь это практически треть населения. Конечно же, государство тут же разорится. Поэтому пищевая аддикция и ожирение никогда не будут признаны психическими или наркологическими, если хотите, расстройствами. Никогда не будут признаны пищевой аддикцией. Все только будут говорить, это не наше, это не наше. Значит, что вам тогда остаётся делать? Итак, у вас к ожирению, к психиатру-наркологу идти абсолютно бесполезно. Остаётся заниматься самолечением. Посмотрите, у нас есть плейлист ожирения. В этом плейлисте ожирения мы рассказываем, есть продукты первой группы, которые можно не ограничивать. Мы здесь не касаемся сейчас перечисления этих продуктов. Вы сами можете остановить трансляцию, прочитать эти продукты. Продукты второй группы, которые нужно употреблять в умеренном количестве, в умеренном количестве. Проще говоря, вы наложили себе, я не знаю, дозу какого-нибудь там нежирного мяса, я так и говорю, дозу. Затем режете это всё пополам, половину выбрасываете. Вот, собственно говоря, ну, понятно, не выбрасываете, откладываете в сторону. Это употребление в умеренном количестве. Ну, и, наконец, вот эти самые продукты третьей группы, вы их уже видели, которые нельзя есть ни под каким видом. Значит, вам остаётся, если у вас есть ожирение, само лечение. Следующее, куда вы можете обратиться, это, конечно, диетологи. И вот тут начинаются игры в диету, которые очень и очень многочисленны, очень многообразны. Мы сегодня о них рассказывать не будем, но, как правило, они не срабатывают. Почему не срабатывают? Потому что это пищевая зависимость. На самом деле, пищевой зависимостью должна заниматься фактически команда из, если уж так пришлось, и из психиатров, наркологов, скажем, диетологов, эндокринологов. Но это не делается. У нас сидит какой-нибудь диетолог, он говорит о том, что нужно есть. Но это бесполезно, потому что человек не может себя, который страдает зависимостью, он не может себя ограничить. Ну и остаётся, что, собственно говоря, кто у нас крайний, это, конечно, эндокринологи. Эндокринологам должны ходить люди, которые страдают ожирением. Беда только в том, что они от этих эндокринологов убегают, говоря, нам ничего не помогает. Почему не помогают эндокринологи? Потому что многие эндокринологи не учитывают, что они лечат на самом деле пищевую аддикцию, то есть пищевую зависимость. Если они об этом знали бы, то, во всяком случае, можно было двинуть это дело с мёртвой точки и просто их обучить, как с такими людьми работать. Собственно говоря, всё, что мы хотели вам рассказать сегодня. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Пожалуйста, лайки, комменты. Становитесь спонсором нашего канала. Ну и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok